Авраам Линкольн, 16-й президент США, в молодости валил лес. Владимир Путин в представлении не нуждается, плотник четвертого разряда. Иисус Христос тоже плотник. В этот ряд скоро встанут и корреспонденты Барнаула. Будущие вальщики леса в рамках конкурса журналист меняет профессию. Вальщик, когда он убирает три дерева из десяти на площади, создает благоприятные условия для формирования молодого поколения. И лес начинает омолаживаться. Какое дерево рубить и как, желающие узнают за два месяца теории и практики. Исконно мужскую профессию освоят и женщины. Уже традиция, что в конкурсе рабочих специальностей большинство участников – дамы. Чинят машины, кладут плитку и даже варят. Не борщи, а металл. Организаторы конкурса говорят, на производствах условий для прекрасной половины нет. Но женщины приспосабливаются и благотворно влияют на коллег. Оля Ведерникова проходила практику на суровом мужском предприятии, где даже женской раздевалки нет. То есть ей приходилось раздеваться в мужской раздевалке, надевать красивую маску, потому что ей как девушке дали красивую, красненькую. И очень сложно было понять мужчин, потому что они при ней стеснялись выражаться. А не выражаясь, им очень сложно какие-то технические подробности объяснить. В юбилейный пятый раз на конкурсе также обучат мастерству сварщика, автомеханика, гипсокартонщика, веб-разработчика, электрика и кинолога. А корреспондент наших новостей Валентина Аскерова поборется за звание лучшего флориста. Я обожаю хризантемы. Просто так же роза, любые цветы, просто приносит наслаждение. Смотришь на них, у тебя вмиг повышается настроение, улучшается. Ты просто счастлив от этой красоты. Обучение журналистов начнется с этой недели. Впечатлениями участники обязательно поделятся в своих материалах и покажут всю специфику рабочих специальностей, которые сейчас, кстати, вновь востребованы. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости. Наши новости.